Давайте все-таки определимся, благодаря чему мы живем. То есть вы думаете, что благодаря директору комбината? Да не совсем так. Кто-то же должен убирать наши нечистоты, правильно? Я правую говорю? Да, естественно. Просто если бы не было людей, которые наши нечистоты убирают, вы бы, наверное, и не жили бы, понимаете? Вот, вот наша тема. А кто убирает нечистоты? Ну, конечно, это мусорные конторы. Да, к сожалению, я пока еще не сделал такого материала, хотя хотелось бы. Но с другой стороны, есть у нас другие нечистоты, которые мы постоянно сливаем. Да, 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 да. И поэтому мы приехали в водомер. По одной простой причине. Часто ли ваши, то, что вы сливаете, выливается наружу? Если вы на девятом или на двенадцатом этаже, то вряд ли. А вот первый, второй, третий этаж. Да, 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 такие вещи так же случаются. Или первый этаж, да? Почему это происходит? Сейчас объясню, почему. Потому что вы сливаете туда в сортир, ну, а как же по-другому потом назвать? В канализацию. То, что в канализацию не должно проходить никоим образом. Зачем туда бросать, извините, прокладки? Они же так же прессуются, представляете, да? Первый этаж, и у вас что-то внезапно из мойки полезли какашки. Это потому, что вы это сделали. Мало того, я еще раз говорю, если у вас что-то случилось, да, но вдруг, внезапно, вы не смогли сработать. И ваши, ну, допустим, огурцы, вы куда их сливаете? Опять туда же? То есть огурцы так же все это дело зашибают. Вы понимаете, о чем я беседую? То бишь, прежде чем, извините, какать, надо думать, куда обкакиваться. И ни в коем случае не делать это, потому что рано или поздно придут специалисты, и эти специалисты будут вот эти штуки убирать. Оно вам нужно? Мне нет. И по сути событий, мы говорим про мусорные агрегаты, да, у нас в городе отлично все работает, красиво, ровно. Вам что, сложно? Те вещи, которые вы хотели бы выбросить, отнести и выкинуть на мусорку. Неужели настолько это сложно, что вы не понимаете, о чем идет речь? Есть вещи писанные, есть не писанные. Неписанными вещами занимается армия. Она ограждает нас от завоевания чудиками. И далеко не всегда у чудиков экстремизм движет мозгами. Теперь про вещи писанные. Ведь Господь нам говорит, берегите жизнь, она одна. Но не всегда мы писанными вещами занимаемся. Но если с безобразиями на дороге мы боремся благодаря ГИБДД, а об железной дороге нам говорят постоянно, потому как без правил там будет реально тяжко. Что же с нашей безудержной жизнью? Наша безудержная жизнь в городах – это что? И в этой жизни есть понятие канализация. К слову, без канализации городов бы не было. Правило простое. Берем девятку, отключаем воду, тепло и канализацию. Вырываем один нужник. И через сколько он будет полон? Через день. Зимой через 4 часа. Вы поняли, о чем я говорю? Не засоряйте канализацию. Не надо. Но вы засоряете. Что люди умудряются кидать в канализационную систему? Многие люди в канализационную систему спускают прокладки, тряпки, салфетки влажные, компоты. В общем, это все закоксовывается в канализации. Встает, получается, по стояку не проходит. Между этажами стало, между, допустим, вторым и третьим. Все. Не проходит дальше вниз по канализации. Идет уже к соседям, кто живет уже на уровне третьего этажа. То есть мы будем говорить, что второй и третий этаж попадают реально? Да, попадают реально. Все к нему. А вот если, допустим, они выбросили прокладки гигиенические, да? Это называется, по сути событий, прокладки, как бы их надо убирать в мусорку. Они их выкидывают туда. Это нормальное явление или нет? Нет, конечно, это ненормальное явление. Все это забивается, все это встает и закупоривается. А потом верхние этажи и страдают. Все это через унитаз все льется, выливает все в квартиру. Как это все красиво, да? А если, допустим, все-таки помидорчики, огуречки? Помидорки, огурцы, особенно по осени, все с садов приезжают, начинают консервировать, компоты варить. В общем, огурцы, помидоры и все в унитаз. Все в унитаз. Да, очень красиво, да? Ну, молодцы, да? Вообще, молодцы ребята. Да, 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 да. Только вы этим делом занимаетесь, да? А я еще раз говорю, ребята, давайте все-таки голову включим и все это дело уберем. И где же мусорки обыкновенные? Что там сложного-то? Ну, не 5 килограмм, ну, будет 10. Ну, два раза захода. Логично. Только вы же должны понимать, что у вас все хорошо, а вот сяди снизу становится плохо. Да, сяди снизу становится плохо, очень плохо. Все потому, что все идет к ним в квартиру через унитаз. Вся канализация, все компоты, все прокладки, все тряпочки, все забивает и все это наружу. А может быть такое случается, да, что вы так в ванне так хорошо отдыхаете, да? И вдруг из ванны, получается, не в ванной вытекает, а с ванной втекает. Бывают такие вещи? Ну, в основном бывает, когда не купаешься, бывает, когда просто пошел человек помыться, умыться. А там ванная полная, все это через канализацию все проходит. И в туалет, и в ванной, и с унитаза все льется. И все это в квартире, по квартире все растекается. Красотища какая, да? Что за народ? А вот бараны, да? Ну, народ вот такой вот, народ у нас не победит. Ну, ничего, мы с этими непобивимыми людьми пообщаемся, даже используя телевидение. Стараемся справляться. Мы справляемся, вот работаем, приходится работать круглыми сутками. А вообще вот этот вызов платный же, да, получается? Вообще, да, конечно, платный. Вызов вообще платный. Аварийный диспетчер службы, наш вызов стоит полторы тысячи минимум. Плюс еще работ какие-то. То есть вот так, да, человек просто заплатил за то, что он бы мог и не делать, если бы человек сверху был бы с умом. Да, если человек был бы с умом, он не кидал бы всякие тряпочки, прокладки, и компот не смывал бы, то все хорошо было бы. Работала бы канализация, нормально бы. Давайте все-таки определимся. Без сантехники жизни нашей нет. Абсолютно. Без сантехники пропадем. Без сантехников и аварийных диспетчерской службы. Так как мы считаем всегда экстренной службой тоже, в какой-то степени тяжело. Вот приходится как-то людям помогать, чтобы они могли в туалет сходить, покупаться, водой умыться, нормально, чистой. Это к слову о том, что я начал разговор о том, что не только директор комбината работает, да ведь, по сути событий. Обыкновенно директор комбината не занимается сантехникой, логично? Нет, конечно. А вы занимаетесь? Мы занимаемся, мы работаем, вот наша работа трудна, но справляемся. То есть утро начинается не с кофе? Утро нет. Утро у нас сразу в бой. В бой. Вот кому молиться надо. Вот они на вашей постоянной страже. Как и те, кто вывозит мусор из ваших квартир. Вот кому молиться надо. Включая туда еще и тех, кто дает вам воду и отопление и свет. Без них города нет как такового. И вы знаете, не директорами и не главами город Сит. Они дают вам только работу. Но с большим удовольствием вспоминаем тех, кто в действительности помогает нам красиво жить. Ведь о качестве нашей жизни мы говорим на мусорке или на отстоях города. Чем там чище, тем лучшим городом станет наш Магнитогорск. Вот эти люди, которые вам все это дело и рассказали. Круто? Да, естественно. Все-таки есть определенные вещи, которые должны быть. Должны быть. И делать вы должны это делать. С вашим умом. Зачем вам это дело? Зачем вы выкидываете в канализацию то, что не принадлежит канализации никоим боком? Ладно, хоть сейчас мы научились использовать туалетную муанку. Она рассыпается. Это хорошо. Но разваливается, естественно. При большом количестве. Вот. Но все-то остальное зачем? Зачем кидать подгузники в сортир? Вы понимаете, о чем идет речь? Есть отдельная штука под названием мусорка. Вот мусорку, где вы складываете. И тогда мы будем жить красивее и ровнее. Потому что у нас есть крутой специалист. А крутые специалисты для меня лично работают здесь в компании Водомер.